Житие Святого Мученика Меркурия Смоленского Память 24 ноября, 7 декабря Святой Мученик Меркурий Смоленский был славянин, родом, вероятно, из Моравии, потомок княжеского рода. Воспитанный в православии, Святой Меркурий по ревности к истинной вере ушел из своего отечества на Русь. Величайшее бедствие постигло русскую землю в начале 13 века. Нашествие татар-монгойских орд. Жестокие враги не щадили беззащитных жителей, грабили и разрушали храмы, монастыри, города и селения. Тысячи русских людей пали в битвах, защищая свое отечество, многие захвачены в плен и отведены в неволю. Шел 1239 год. Прибыв в древний русский город Смоленск, Меркурий поступил на воинскую службу в княжескую дружину. Святой Меркурий отличался физической силой, мужеством и высоким ростом. Велик был он и духом. Вел в тайне жизнь подвижника, был строгий постник, проводил ночь в молитве и хранил девственную чистоту. Православную веру не только исповедовал на словах, но готов был умереть за нее. В 1239 году полчища татар, разоряя все на пути и нагло ругаясь над святынями христианства, полонившие уже много русских городов, подошли к Смоленску. Встав в 25 верстах от него на долгомосте, татары стали угрожать разоренному городу и его святыням. Предводитель татарского отряда, богатырь огромного роста, похваляясь своей гигантской силой, вызывает на поединок лучшего смоленского витязя, чтобы в виде наборстве решить участь города и смоленского княжества. Успенский соборный храм был переполнен. Все жители города, от младенца до старца, собрались у чудотворного образа Борьей Матери Атигитрии. Со слезами и теплой верой они обращались к заступнице о помиловании. Вместе с народом святой Меркурий скорбел и соболезновал душой, и все более и более проникаясь любовью к ближним, он исполнился решимости пострадать за них, положить душу за святую церковь. В ту тревожную ночь соборный Панамарь Георгий тихо молился перед образом Атигитрия и спрашивая избавления города от врагов. Вдруг он услышал голос от иконы. — Иди к рабу моему Меркурию на Подолье. Пречистая Богородица также указала Панамарю, где живет Меркурий, и поторопила. — Иди скорее, и тихо скажи ему, — Меркурий, тебя зовет Владычица. Георгий удивился голосу от иконы, но тотчас же поспешил исполнить приказание. Он пошел на Подолье и увидел среди двора воина Меркурия с воздетыми к небу руками. Тихо объявил ему небесную волю Панамарь, и оба пошли они в храм. Упав перед чудотворной иконой, Меркурий стал просить о помощи и заступлении города. И был голос от святой иконы. — Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града сего и защитил этот храм. Для этого я призвала тебя сюда из страны римской. Я не оставлю этого города, по молитвам моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай навстречу врагам, я не оставлю тебя. Не бойся, ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства. Воин Христов той же ночью сел на коня и отправился в татарский стан в Долгомосте. Он прошел военную стражу, незамеченной никем, и среди неприятельского стана увидел великана. Оградясь крестным знаменем и воскликнув «Пресвятая Богородица, помоги мне!» Меркурий убил гордого и надменного Исполина, уповавшего на свою страшную силу. Призывая имя Господа и Пречистой Богородицы, святой воин истребил множество врагов. Татарские воины с ужасом видели, как святому Меркурию помогают в битве молниеносные мужи и лучезарная жена. И не в силах устоять против воина Христова, обратились в бегство. В это время сын убитого татарского Исполина, желая отомстить русскому воину за смерть отца, сзади напал на святого Меркурия и нанес ему смертельный удар. Но внезапно непонятный ужас охватил врагов, и, бросая оружие, они бежали от города, гонимые неведомой силой, из пределов Смоленской земли. На рассвете жители Смоленска, готовившиеся к сражению с неприятелем, увидели, что поле усеяно трупами врагов, и поняли, что сохранены заступлением Богородицы. С благоговением они перенесли честное тело святого воина-мученика и с честью погребли в соборе в честь успения Пресвятой Богородицы. Вскоре после своей кончины святой Меркурий явился в видении тому же Пономарю и велел повесить над гробом его оружие, обещая смолянам постоянную помощь и заступничество во всех скорбях и бранях. Ныне в Смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии святого мученика Меркурия. Сандалии железные, большие, тяжелые. Вроде лаптей, застегиваются спереди железным же перехватом. Почитание небесного покровителя города началось сразу после доблестной мученической кончины в 1239 году. Празднование ему установлено в конце XVI века. Уже в 1509 году жители Смоленска называли его своим главным заступником. Память его святая церковь празднует 24 ноября 7 декабря в день великомученика Меркурия, имя которого носил святой мученик Меркурий Смоленский. Продолжение следует...